Меня зовут Артур, я наркоман и четыре дня я трезвый. Эта заруба выйдет на канале у Эдуарда Германского. Но реакция такая, вне зависимости от степени родства, дружбы, была бы, блядь, к любому человеку. В ресуран покушали, но не кулин, как четыре человека покушали. Соперник должен быть интересен, но сразу с двух позиций. Да, решение полностью поддерживаю, то есть, ну, очевидно, я проиграл бой. Понюхал меня, да? Ты понюхал меня, брат? Давай правду, вот прям правду матку. Друзья, всем привет! Вы на канале Эдуарда Германского. Сегодня у нас за кулисей Hard Conference. Значит, у кого сможем, возьмем интервью до конференции, у кого сможем еще после. Попытаемся так, чтобы не повторялись вопросы, не пересекались вопросы с самой конференцией. В общем, будем стараться на максимум, чтобы было интересно и разнообразно. От вас же, как всегда, просто просим немножечко актива и благодарим за то, что вы с нами. Все, погнали! Привет! Ну, давай, рассказывай, как ты восстановился? Вижу, что с рукой-то после боя. Да, у меня там вывих и трещина. Сказали, надо недели шесть поносить вот эту вот штучку, потом снимают спицы и недели две восстановиться. Как моральное состояние, вот этот отдых теперь, он дается тебе легче, когда ты знаешь, что все, пояс наконец-то на твоем плече? Ну да, конечно, это еще получается, как вкус победы ощутил два раза, когда ты в тот день, когда ты выигрываешь и в тот день, когда выходит выпуск. То есть, я будто выиграл вчера. Слушай, ну, уже были какие-то переговоры, какие-то предложения от Армена по поводу того, как дальше будет, что дальше тебя ожидает и, возможно, ли переход в дивизион ниже? Да нет, от Армена не было предложений. Я думаю, просто все слышали мою заинтересованность. Я также на этом заинтересован. Я думаю, следующий мой шаг будет 65 килограмм. Слушай, ну, интересно, вот я так сидел дома, анализировал, там, смотрел наши закулисья и думал, а кто может теперь составить тебе конкуренцию в твоем весе? Сам думаешь, кто-то может это сделать или сейчас пока, ну, для тебя нет там никаких соперников? Блин, так как это все со мной медиаплощадка, соперник должен быть интересен сразу с двух позиций. В плане медиа и в плане конкуренции, то так-то ребята по-любому 70 килограмм могут дать мне конкуренцию, но я пока не вижу того, кто, допустим, где-то подо мной. Ну, там, первый номер, второй номер, не знаю, никто мне на ум не приходит пока что, но я думаю, что я подержусь в 65 килограмм. Там посмотрим, как все получится, думаю, там вообще закрепиться, но с приходом второго сезона, я так смотрю, там, ребят в 65, в 70, там очень много и очень много таких колоритных ребят, поэтому думаю, они по-любому дадут конкуренцию. Если, ну, сделают себе имя, дадут до этого. Слушай, ну и последний вопрос, что вы с Димоном вот уже виделись, все у вас нормально, все в прошлом? Брат, знаешь как, у меня как-то само определенное какое-то впечатление сложилось от его сказанного, ну, я так, после боя, конечно, чуть полегче уже так, без какой-то агрессии к нему отношусь. Ну, не знаю, что от такого ожидать. Один день приходишь, нормально общаешься, потом садишься на конференцию, начинаются такие разговоры, которые были до. То есть, я не понимаю, мы все нормально пообщались, но я не удивлюсь, что сейчас на этой конференции опять что-то будет, потому что я это не раз уже встречаю, когда общаюсь с человеком нормально до конференции, и потом на конференции, в социальных сетях тебя как-то пытаются кусать. Поэтому я всегда на страже, короче. Не, ну так он вроде я смотрел, и комментарии он пишет, что ты красавчик, очень хорошо показал, и у нас в интервью сказал, что ты реально там на класс выше, классом ты выиграл, тут типа вообще спорить даже смысла нет, поэтому надеюсь, он уже не будет. Ну, надеюсь, да, надеюсь, просто бывает такое же, допустим, вышел выпуск, люди по-любому начали фигню эту писать ему, да, ну как фигню, возможно, это заслуженный хейт начали писать, и не знаю, он может быть на это сейчас обозлится, и, грубо говоря, ну, и за счет этого немножко начнет как обороняться, пытаться агрессировать как-то, это тоже может быть, ну посмотрим. Ну, будем надеяться, что нет. Я к любому раскладу готов. Все, тебе скорейшее восстановление, выздоровление, все, давай. Итак, всем добрый вечер, сегодня мы на канале Эдуарда Германского, и сегодня он берет интервью у короля кулачных боев. Какие у вас вопросы? Так, Тимур, скажите, пожалуйста, Хейбати хотел вас пригласить покушать, вы в итоге ходили кушать вместе? Да, конечно. Да, в итоге мы ходили вместе, это был замечательный иранский ресторан, мы праздновали мою победу. Ну, дальше, что нас ждет дальше? Дальше у нас идет Зелимхан-пулеметчик по боксу? Да, соответственно, у нас идет Зелимхан-пулеметчик по боксу, 12-раундовый, это будет битва за поезд титульного пряника. Так, а уже были обговорены какие-то сроки, примерные даты? Примерная дата будет в мае, скорее всего, а осталось обговорить только денежную сторону, но это я доверяю хардкору, они все решат за меня, поэтому... Все, Тимур, спасибо вам большое. Последний вопрос. Как ваше здоровье? Ты восстановился, все нормально после боя? Ну, после тычка в глаз, еще глаз до сих пор красный. Когда мы будем пельмени есть? Ты постоянно нас морозишь. Ты три раза, да, нас опрокинулся? Пять раз? Откуда пять? Два раза только я запомнился. Ну, у меня один раз был ВУЗ, и один раз у меня не получилось. Ну, у нас будет заруба по пельменям. У нас будет самая жесткая заруба по пельменям, вы не пропустите. Эта заруба выйдет на канале у Эдуарда Германского, а также на моем канале. Все, хорошо, брат, давай. Дим, приветствую тебя. Ну, давай, рассказывай, как ты себя чувствуешь? Восстановился, не восстановился? Как вообще? Моральный настрой? Как вообще, в общем, состояние? Подожди. Теперь я поговорю. Чувствую себя я хорошо, восстановился, да, то есть не было никаких особых повреждений, то есть руки целы, лицо целы, кости целы, это самое важное. Больше переживаю из-за Мартина, он там получил травму серьезную. Скорейшее ему выздоровление. Ну, сам вообще бой посмотрел уже? Бой, ну, так, посмотрел, конечно, да. Ну, такой себе бой, короче. Не сделал то, что хотел, не сделал то, чего готовили. Ну, наверное, мы все сами все видели. Ну, согласен, да, с решением в суде? Да, решение полностью поддерживают, то есть, ну, очевидно, я проиграл бой. Аккуратничал? В какой-то степени, да, аккуратничал. Ну, ты считаешь, что то, что как раз пять раундов было, это немного помешало? Не, ни в коем случае, мне больше помешало, когда, честно скажу, в день боев я увидел только ринг. Вот, когда я увидел ринг, у меня случился небольшой ступор. То есть, ну, как такая, ну, то была клетка, то ринг. Ну, совершенно другая работа, ну, именно спортсмены меня поймут, что работа в клетке, работа в ринге очень сильно отличаются. И все. Что, Мартину хочешь что-нибудь сказать? Мартину сказать, я ему уже все сказал, что он нормальный, отбоксировал, сделал свою работу лучше. Был в лучшей своей форме, наверное. Все, давай, Дим. Мы тебя ждем в ММА, да? Уже были переговоры с шумастером? Какие-нибудь конкретные уже? Или это все пока только на вот таких словах, договоренностях? А вот на этой конференции вы сегодня все узнаете. А, ну ладно. Так, подожди, ты давай рассказывай, потому что у нас выпуск выходит после конфы, поэтому ничего страшного. Ну, вообще, да, переговоры были, мне звонили матчмейкер, сказал, что настраивайся на май. На май? На май. Начало мая. Середина там или начало мая где-то. Все, Димон, давай настраивайся, потому что будешь представлять нашу лигу, надо прям хорошо подраться. Потому что Андрюха, ушумастер, очень серьезный, опытный соперник. Его ни в коем случае нельзя недооценивать. Он меня достаточно превосходит в опыте. У него сколько боев? Боев 20 на стрелке, да? По профессионалам, ажуре, там дрался не очень, но и дерется в других лигах. Ну, короче, опытный боец. В опыте он меня прям как на голову две выше. Но это меня не останавливает. Я никогда... Я принимал вызовы от опасных соперников, от Мухаммеда, также от Мирхана. Ой, я принимал вызовы. С Мартину я дал реванш. Я никогда не избегаю боя и каждому даю бой. Кто хочет, а мне подраться, то я с ним подерусь. Но это не относится к новым бойцам, которые сейчас начнут. Я подерусь с армейцами, я его воткну за 20 тысяч. Нет, такого не будет. Слушай, Димон, знаешь, что еще хотел спросить? Не мог не заметить комментарий о том, что ты стал немножко высокомерный. Что сам вообще думаешь по этому поводу? Реально ли было какое-то высокомерие? И сделал ли какие-либо выводы со своего поведения? И будешь ли его менять? В высокомерии в чем он привелился? Ну что? Я вроде никого не оскорбил. Много разговаривал. А мне что молчать? Я уже устал молчать. Я ему просто обозначил пару моментов и все. То есть никого не оскорблял ни в коем случае. Ну то есть пытался просто немножко бой раскрутить? Пытался немножко, да, но он не подхватил эту тему. И получилось в 26-й в тренде ютуба. Все, я понял. Давай, Димон. Молодец. Также, друзья, не забудьте пройти туториал. Я думаю, это займет не более пяти минут. Вы нам очень поможете. И спасибо вам за поддержку. Вилли, тебя очень тепло встретили, ну скажем так, зрители, да? В том плане, что ты сидел в жюри, всем очень понравилось. Как самому понравилось сидеть? Чувствовал ли какую-то там ответственность все-таки? Вроде как слова наставления говоришь бойцам. Иногда там наоборот немного где-то ругаешь, какие-то замечания делаешь. Понравилось тебе самому? Ну да, понравилось, конечно. Но я еще как бы не видел отзывы там. Не интересовался, честно говоря, комментариями и так далее. Но многие говорят, что хорошие отзывы, бля, брат, убери, пожалуйста, на микрофон. У меня, блядь, очень неловко сели. Пониже его. Можно опустить, да? Бля, мне аж вот так хочется голову вверх поднять. В общем, тема такая, что да, вот сегодня, вчера говорили, что хорошие отзывы касаемо комфортабельности. Чувствуй себя комфортно. Ответственности, конечно, чувствую ответственность, потому что не всегда мое мнение может быть объективным. Это начиная с того, какой у меня обзор, потому что все-таки, как ни крути, как показывает практика, бывает такое, что боец вживую выиграл бой, а когда ты смотришь по телевизору, по записям, не просто же так судьи анализируют какие-то спорные решения именно по видеозаписи. Бывает совершенно иная ситуация. И исходя из этого, конечно, у меня было такое ощущение, что где-то я могу что-то неправильно сказать. Но учитывая, что это отбор, и на самом деле на отборе все достаточно однозначно было, потому что действительно была секция, секция, так сказать, я назову, группа определенных бойцов, которые действительно с опытом хорошим, то есть спортсмены, и ребята, которые пришли туда просто, грубо говоря, засветиться, заявить о себе. Поэтому при отборе, при первой стадии отбора было легче выносить какие-либо решения, потому что порой в некоторых поединках даже было такое, что была видна явная разница. А бывало такое, что и два бойца выходят, но реально ничего не показывают. Ты понимаешь просто, что им обоим здесь не место. И поэтому было легче. Конечно же, если это были бы бои, там уже, знаешь, полуфинал, например, тот же самый, то рассуждать, конечно, гораздо сложнее, и ответственность в два раза выше. А если бы тебе предложили еще прокомментировать бои, ты бы согласился? Ты знаешь, у меня был первый опыт, это был телеканал «Боец», и в 2016 году я комментировал в прямом эфире вечер бокса пять часов. То есть как таковой, вот у меня товарищи, которые работали длительное время комментаторами, немало известные, и когда они узнали, что я комментировал в прямом эфире, они немножко были ошарашены тем, что как так мы порядка там нескольких лет учились на записи комментировать, а теперь раз и в прямой эфир, собственно говоря, поставили, да, комментировать. Да и в принципе для меня это, и по тем воспоминаниям не было для меня сложно комментировать на самом деле. Я ведь все-таки, как ни крути, хоть может и громко сказано, понимаю, о чем говорю. Может где-то ошибаюсь, но у меня такое мнение, что я понимаю, о чем говорю, поэтому комментировать для меня далеко как бы не сложная вещь, потому что и картинку видишь, и ты самое, что важно, знаешь, есть комментаторы, которые комментируют с бумаги. Мне это не очень нравится, я сам приверженец того, чтобы поддаваться в какой-то мере эмоциям, хотя важная задача комментатора быть максимально объективным и не принимать сторону либо одного бойца, либо другого. Тоже быть всегда объективен, говорить о ситуации в ринге касаемо двух бойцов, а не одного. Поэтому для меня как бы вот в такой живой формат, тем более вот, знаешь, как одно дело я в Останкино комментировал и не видел этот бой. Да, а тут ты прям смотришь и поддаешься эмоциям, конечно, придерживаешься тому, что нужно быть, не принимать чью-то сторону, но тем не менее это круто, и поэтому я бы с удовольствием, конечно, попробовал бы такой опыт. Друзья, пишите в комментариях, интересно было бы вам увидеть Вели в комментаторах, мне кажется, очень круто, я бы попробовал, надо будет поговорить потом с командой хардкора. Смотри, Вели, и последний вопрос, который меня тревожит, скажем так, Дауд провел три боя. У него четвертый бой на носу, то есть если он его выиграет и если следующий свой бой, вернее не следующий, а первый свой бой выигрывает Сослан, то получается, как сказали на конфе, их сведут в финальной схватке, да, ну то есть за уже непосредственно за чемпионский пояс. Ты не считаешь, что так немножко обесценивается сам пояс, то есть Дауд провел для этого четыре боя, а Сослан всего один, то есть возможно надо повременить с выдачей пояса или там сделать какой-то временный пояс и Сослану провести еще, помимо этого боя, да, если он его выиграет, еще пару боев, чтобы уже был полноценный бой именно за полноценный чемпионский пояс. Полностью солидарен с данной точки зрения исходя из чего? Знаешь, есть такая практика в UFC, когда есть действительно яркий претендент, который не так давно дебютировал и хотят уже, так сказать, выдвинуть его на действительно претендентский уровень, что он может драться. Но вопрос тут, смотри, в чем. Здесь как бы не касается моя точка зрения не как Сослана. Почему? Потому что Сослан действительно опытный, хороший боксер, я его давно еще помню. Еще сам, когда выступал по любителям, как бы очень часто светилось его имя, но в плане, я слышал за него и сам его видел немало раз на сборах, очень талантливый парень. Но опять же, смотри, когда мы говорим, например, о том, что кулачные бои вот только появились и пока что не зарекомендовали себя уверенно, как дисциплина, как отдельный вид спорта, да, мы можем брать с тобой там из разных видов дисциплин ребят титулованных и сразу же, собственно говоря, выводить их на определенный уровень, да, а тут получается такая ситуация, что кулачные бои уже зарекомендовали себя, они существуют уже больше года и получается такая ситуация. Вот одно дело, я тебе параллель проведу, вот было такое время, когда Василий Ломаченко, прославленный боксер, хай-тек, действительно, ну, феномен в своем роде, он перешел в профи и у него было главное условие, чтобы его первый поединок сразу же был за титул чемпиона мира по боксу. Да, это я допускаю, потому что, как ни крути, олимпийский бокс и бокс профессиональный между собой схожи и дисциплина, есть определенные нюансы и тонкости, но, тем не менее, это один вид спорта. Другое дело, что кулачные бои похожи на бокс, но это вообще отдельный вид спорта, то есть он не похож ни на бокс, ни на уличную драку, ни на профессиональный бокс, это отдельный вид дисциплины. И если мы будем учитывать заслуги других спортсменов, опять же говорю, Суслана это никак не касается, это может быть совершенно другой парень. У меня, Суслана, хорошее отношение и уважение. А вот если мы берем просто объективно, естественно, это обесценивает, потому что учитываются заслуги человека уже, как сказать, до другой дисциплины, до этого проекта и так далее. Я считаю, что это не очень правильно, потому что, как ни крути, кем бы ты ни был, это отдельная дисциплина и здесь ты себя должен зарекомендовать. Это выглядит, знаешь как, как, например, олимпийский чемпион по вольной борьбе, например, пойдет в профессиональный бокс и ему сразу дадут титульный поединок. Но, извиняюсь, ты выступаешь, да, да, ты должен пройти обязательно определенный путь, да, но, тем не менее, даже если мы рассматриваем так, что вот исход поединков у одного-другого будут положительные и если их даже сведут, например, с точки зрения я как тренер Дауда, я не то чтобы, знаешь как, я не могу противиться организации, я уважаю организацию, уважаю ее правила, но я, например, принял бы решение о том, что, да, Суслан будет драться за титул, но тогда не с Даудом, тогда пусть организация выберет другого претендента, по их мнению, их могу же говорить, ты тоже относишься к организации, но я скажу, по их мнению, да, без проблем. Тогда на фоне того, что, как тебе сказать, на фоне того, что поединок Дауду не дают титульный, например, хотя бы дайте им рейтинговый, рейтинговый, тот, который даст ему известность, например, есть претендент Константин Ерохин, он же сейчас начнет выступление в лиге, он же планирует, если у него все будет хорошо, если он хорошо проведет свой поединок, одержит победу и все будет в порядке, пусть тогда сделает эту встречу, она гораздо более логична с точки зрения медийности, потому что у одного известность на профессиональном поспище, у Дауда хорошая уже карьера в кулачных боях, и поэтому будет очень интересно посмотреть противостояние Ерохина, бьющего панчера, профессионала и уже профессионала в этом направлении Дауда Кельбиханова. Во-первых, ну как ни крути, давай прямо говорить, аудитория у Константина гораздо меньше, нежели у Дауда, у Дауда больше аудитория в разы, и вот мы, можно сказать, делаем такой гешефт, выгодную сделку. У Константина большой бэкграунд профессиональный, у него, правда, немножко медийность ниже, а у Дауда меньше профессионализма, но он в плане выступал в олимпийском боксе по любителям, но тем не менее медийность выше, и я могу сказать, что этот поединок 50 на 50, если рассмотреть такую ситуацию, что для тех людей, кто ставит ставки, например, кто увлекается, я могу сказать, что коэффициенты очень тяжело будет высчитывать, потому что выходит два панчера, создать, например, промежуточную категорию, да мы даже готовы вес Константина перейти, нам, в принципе, все равно, потому что мы в себе уверены, и я, вот, например, для нас эта победа, она стопроцентная, но объективно взглянув для других людей, 50 на 50, и очень тяжело будет вычитывать, потому что в этом бою с первой секунды может решить все один удар. Вот это, да, вот это я понимаю, вот это действительно именно правильное решение, правильный ход. Почему? Ну, например, Суслану отдаем пояс, действительно, он титулованный спортсмен, если учитывать его все, если организация примет решение, действительно учесть его заслуги в боксе, ну, тогда, во-первых, давай правду, вот прям правду матку, ну, два пацана, два кавказца, ну, давай честно, мы можем, например, увидеть яркий бой между Константином и Даудом, или двух дагестанцев, пацанов, которые земляки, и у них будет сплошная солидарность в момент боя, ты согласен? То есть, как таковой, будет просто, ну, да, будет профессиональная картинка, да, но где, где будет возможность не так сильно ударить, как ни крутишь, человеческим фактором мы не сможем бороться никаким образом, будет так, и получится бой скучный, да, он получится техничный, получится, как бы, красочный в какой-то мере, но там не будет темперамента у этого боя, а вот Константин, да, внушающий страх, действительно, да, своим ударом, Дауд, вот это картинка, молодость, профессионализм, молодость против профессионала, Константин хоть и зрелый, но для советской категории довольно-таки молодой, вот это будет бой, я согласен, вот в этом плане, даже представив, аудитория хардкора, узнав, сколько поклонников сейчас у Давуда, узнав, что он выходит против участника лиги UFC, пишите, какой фурор будет, это будет очень крутой бой, на уровне действительно профессионального, все, Вилли, спасибо тебе большое, друзья, вы в свою очередь в комментариях пишите, согласны ли со мной, при всем там, моем уважении, к заслугам, спортивным, со слана, справедливо это, если у одного будет одна победа, у второго четыре, ну, то есть, просто интересно ваше мнение, напишите, пожалуйста, Толь, пару провокационных вопросов, давай, первое, Хакап у нас был на конференции, не в совсем трезвом состоянии, это наша ошибка, огромная ошибка, огромная ошибка, впредь мы это, как бы, исключим и перед зрителем извиняемся, правильно, однозначно, но мы это сейчас и на конференции озвучим, и второй момент, пожалуйста, я устал уже писать в комментариях, что ты орал на брата Мухаммеда, только потому, что он ударил охранника, который как раз пытался Акаба от Мухаммеда оттянуть, все правильно? Он ударил охранника с ноги по голове, вот, после этого, ну, моя реакция была, мне кажется, там более чем очевидна, то есть это, ну, просто, чтобы вы понимали, реально охранник пытался оттянуть Акаба, во-первых, я тебе скажу, я не знал, брат это Мухаммеда, друг это Акаба, твой это друг, или кто-то, ворвавшись с отборов, это был человек, который залетел и просто пробивает пенальти в голову человеку, понимаешь, охраннику, который в этот момент разнимает Акаба с Персом, но, конечно, у меня будет такая реакция, во-первых, это ребята, сотрудники там, моего ЧОПа, моего охранного предприятия, они работают на других объектах, они работают здесь, они честно выполняют свою работу, и тут кто-то влетает, бьет ему с ноги в голову, ну куда это годится, ну никуда, послушай, поэтому реакция была такая же, вопрос, нужно ли было это в выпуске оставлять монтажером, или оставить как какие-то закулисные кадры, это другой разговор, поскольку это наша внутренняя кухня, но реакция такая, вне зависимости от степени родства, дружбы, была бы, блядь, к любому человеку. Так, Толь, и последний вопрос, смотри, было два кипиша с Артуром, первый там понятно, Бойко сам его позвал, спровоцировал, но он хотел хайпануть, он хайпанул, он счастлив, он его уже полгода провоцировал, не, но он этому счастлив, он прям доволен был после всего этого, типа, все, его увидели, услышали, все круто, но вторая ситуация, вот это вот с Персом, да, когда парень провел бой, Артур ударил, вот свое мнение тоже скажи по этому поводу. Это, наверное, второй случай, когда мне, когда мне стыдно за произошедшее на хардкоре вообще, в принципе. Просто неохота включать моралиста, да, потому что, типа, каждый пытается хайповать, как может. У нас каждый второй сейчас моралист, да, мы видим эти моралисты, они лезут изо всех дверей, пишут комментарии про то, как правильно жить, и уже, знаешь, можно им это самое создать. Лигу справедливости свою, каждому по 100 рублей скинуться, я боюсь, правда, она рассыпется, как только они соберутся, да, потому что справедливость будет у каждого своя, но когда кто-то начинает писать там посты в Инстаграме про то, как все плохо и несправедливо в хардкоре, а в его шоу палкой поебалу бьют других бойцов, ну, выглядит это немножко забавно, а если мы берем, не оглядываясь на других по сторонам, этот случай в целом, он, он некрасивый, он грязный. мы будем пытаться впредь избегать такое, я так понимаю, надеюсь, но, но, но все может произойти. Произойти может все, послушай, это бои, да, и перед тем, как осуждать Акабо за его удар, бойцу, который провел три раунда, ну, можно вспомнить огромное количество подобных столкновений в UFC, когда и целой командой бойца после боя поместили. и если я не ошибаюсь, даже перс, по-моему, когда-то дал пощечину сразу после боя Чоршанбе, я могу ошибаться, но, по-моему, это так и было, это ни в коем, ни в коем случае я этим не оправдываю поступок Артура, просто и перс, так, в общем, друзья, мы ни в коем случае там это не, не одобряем и там не польщаем, я думаю, с Артуром будет, возможно, какая-то беседа, может штраф, я не знаю, штрафные санкции, а ну вот, штрафные санкции, ну это уже внутренняя кухня, там им разбираться, в общем, вы все услышали, все, Толь, тебе спасибо большое, давай, братья, пойдем, тикток танцевать, тикток танцевать, да, смотри, давай, поехали, раз, два, вот мы делаем, раз, два, раз, раз, да, ставим, ставим на место, а, на место, да, и так, раз, два, три, раз, два, три, а с руками что в это время происходит? так узнаем, просто вот так вот, просто вот так вот, давай, на фоне букв в хардкорте, он с этой стороны, он снимешь нас, ну давай, поехали, а надо же нам под музыку, конечно, конечно, давай, а мы потом наложите, готовы? подождите, стоп, не, мы и так наложим, тем не менее, вы должны попасть в музыку, готовы? на ковре, ухлайд, все-таки надо, давай, если что, вот смотрим вот в эту камеру, это наша, в какую камеру смотрим? давай, поехали, все, мы готовы, три, два, один, полетели, мышка, сосиска, очень плохо, мышка, сосиска, очень плохо, посадите, очень плохо, давайте еще раз, есть проще движение, это самое простое, мышка, сосиска, сука, киток порвался в жизнь хардкора, братан, тебе тогда пить еще это, там небольшая пауза, да, небольшая пауза, и только, мышка, сосиска, да подожди, я вот это сделать не могу, то есть, я лицо, он менеджер, не, брат, я ж не в своем, это ж для... ну подожди, ну давай, давай, не так просто снимать тик-токи, вообще не просто, это такое, вначале перебивочка, крутой, и потом, мышка, сосиска, чик-чик-чик-чик, смотри, мышка, сосиска, пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам, еще разочек, давай, мышка, сосиска, пам-пам-пам-пам-пам, да ни хуя себе, а ты можешь, например, конечно, давай, и руки вот так держим, готовы? Да, да, да. Давай, поехали. Мышка, сосиска. Давай. Готовы? Три, два, перебивку начали, не сразу начали. Ти, мы не успели, не успели. Стоп, не успели. Тикток, сука. Тикток врывается в жизнь хардкер. Давайте один хотя бы сделаем. У нас было три, чтоб вы понимали. Давайте один хотя бы сделаем. Три, кого у вас было? Тиктока вот таких. Три подопечных, один уволился. Остались двое. А, то есть трое сняли уже тикток? Три пары уже сняли тикток? Нет, у нас под вас было три разных, три разных вот таких танцевальных тикток. А, я думал, мы последние дебилы, кто не может этого сделать. Давай, поехали. Готовы? Давай, как всегда. Братан, ты не на свои ноги смотри. Бля, это не мое. Я обязательно смотрю, это не мое. Ты лучше на картинку смотри сюда. А то ты на ноги смотришь. Не, ну сам-то я это сделаю. Ты сделаешь? Вот включи. Давай. Смотри, смотри. А вдвоем-то тяжело? Откратительно. Мышка, сосиска. А ну, включи еще раз. Вот, еще. Два раза, зачем? Я думал, один раз. Там надо четыре. Нет, там вообще четыре надо раз сделать. Четыре. А, ладно. Для тебя хотя бы два. Для тебя хотя бы разок. Нет, ты сейчас нормально сделаешь. Давай вот еще разочек вместе с Толей. Вот, пожалуйста. Нам надо это сделать два раза подряд? Это надо синхронно сделать хотя бы два раза. Мышка, сосиска. Давай, в последний раз пробуем брать, а то я с мышкой, сосиской сыном не улечу. Так, готовы? Да. Вот в эту камеру. Три, два, один. Перебивка. И... Мышка, сосиска. Все. Мышка, сосиска. Все, норм. Все, говорит, норм. Артур, ну повторяться не будем. Да, на конфе, я думаю, уже все посмотрели. Вы извинились друг перед другом. Пожали руки. Мне интересно только, знаешь что? Тебе, в принципе, с ним, вот, со спортивной точки зрения, именно с персом интересен бой? Да, почему нет? А ты хочешь с ним, ну, хотел бы больше по кулакам или все-таки в ММА стартануть? По ММА, но продышаться точно пару соперников надо. Также интересно для зрителя, расскажи, мы видим, что ты сейчас, ну, те, кто за тобой следит, видят, что ты сейчас так по вольной борьбе прям подтягиваешься по грэплингу. Ты прям серьезно намерен перейти именно в хардкор ММА, правильно? Меня зовут Артур, я наркоман и четыре дня я трезвый. Все, я понял, Артур. Давай, брат. Все, больше так не поступай. А, не, последний вопрос. Ты на меня не обиделся, что я тебя поругал? Поругал? Не обиделся. Ты знаешь, я только лучше для тебя хочу, брат. Поэтому надеюсь, что реально такого больше не повторится. Все, давай, братик. Обнял. Соседи, да? Ай. Понюхал меня, да? Понюхал меня, брат? Это ты меня понюхал? Да, брат. Парни, всех был рад видеть. Свидимся. Так, Мухаммед, ну мы не будем уже разбирать эту ситуацию. Вы уже там извинились друг перед другом. Кайф, молодцы, красавцы. У меня, знаешь, у меня вопрос такой. В комментариях люди пишут, что у тебя теперь проблемы некие с файт-найтсом. Это правда? Нет, никаких проблем нет. Я вчера вечером позвонил Амир Мурадов. Я думаю, сегодня встретимся. За это вопрос мы решаем. Ну, это был давно, это проблема был давно, который его матчмейкер оскорбил, мой родной брат. За это мы сказали, давай уважать, не надо уже, не надо тут драться вот так. За это, но пока нет, все нормально уже. Ну, то есть продолжать там драться будешь? Где? В файт-найтс? Да, конечно, буду. Еще пару боев и в UFC? Еще два-три боя будем. И все, дай бог, UFC будет. Так, ну и самый главный вопрос, который нам тоже задавали в комментариях, после того, как мы сняли за кулисье, да, ты сказал, сейчас мы пойдем там кушать с Никулиным вместе. Вы в итоге сходили покушать? Да, да, да. Но в этот день, который мы драться, Никулин плохо был, но послезавтра мы были в ресторан, покушали, но Никулин как четыре человека покушает. Все, я понял. Давай еще раз, молодцы, что все замяли. Очень рад был тебя видеть. И в UFC будем тоже рады тебя видеть, так что старайся. Все, давай. Все, друзья, вот такое вот получилось. Ты выключил? Нет? Нет. Все, друзья, вот такое вот у нас получилось за кулисье. С кем успели пообщались, я думаю, главные темы обсудили. Уже обсуждать эту ситуацию с Артуром и с Хайбати смысла не было, да? Потому что, я думаю, все на конференции. Поэтому чуть другие вопросы им задали. В общем, спасибо, что вы остаетесь с нами. Мы вас любим, ценим, крепко обнимаем до хруста. Пока!